Здравствуйте! Вот сегодня я собрался с тремя экспертами, чтобы записать такой небольшой подкаст. Так, а с тремя экспертами... Так, стоит. Мы собрались сегодня с тремя экспертами, чтобы обсудить тему петухов в тюрьме. Вот почему, когда человека опускают в тюрьме, человек, который опускает другого человека, не становится петухом, а опускается только тот, кого опускают, вот, да. Ваше мнение по данному вопросу? Такие терпят, ждут такие. Трехтмарин, давайте обсудим этот вопрос. Что? Вот ваше мнение по данной ситуации. Почему так получается? Ну, если честно, они представители ЛГБТ-сообщества такие вот. Почему-то в России их сильно осуждают. Вот это вот я хотел бы с вами тоже обсудить. Пожалуйста. Вот я считаю, что осуждение неправильно к сторону, то, что может нормально относиться. Я с этим согласен, но правительство считает иначе, поэтому... Ну, а как мы можем судить их? Это же наши родители. Я предполагаю... Блять. Сейчас главное ничего не сказать противозаконного, иначе YouTube меня закроет, поэтому давайте вы будете максимально деликатными и обсудите данный вопрос. Ваше мнение? Стоит ли притеснять ЛГБТ-сообщества в России? Нет. Они тоже люди, как и мы. Согласен. Да, это один из самых интересных вопросов на сегодняшний день, поскольку активно почему-то опять же происходит ущемление их, что мы считаем максимально неправильным и осуждаем это. Но, в принципе, мы можем вернуться в тему тюрем. Мы, конечно же, знаем про иерархию в тюрьмах, да? И вот то, что там есть класс опущенных. Вот ваше мнение, как можно человек докатиться до опущенного? Вот, Дрэдмарен. Ну, самый легкий способ докатиться до опущенного, это просто уронить мыло. Как мы знаем. Да, жизненно. Да, прям помню. Так, извиняюсь, меня прорвало, либераха прорвало. Иерарха прорвало, да. Квантор, ваше мнение. Так, Квантор, да. В основном опущенными становятся те люди, вот, новенькие пришли, и там какие-то уже банды образованные. Вот, они к ним подходят и такие, и новички не соблюдают их правила. И, ну, поняли, короче. Да, полностью. Это забанить могут за объяснение. Да, лучше не продолжать, я согласен. Вот, предлагаю вам все-таки вот подумать, как можно избежать такой ситуации и попасть в такой маленький слой населения тюремного, которые впоследствии становятся опущенными. Вот, как избежать? Ну, я думаю, то что... Давай. Давай. НСВФа. Давай. Раз, два, три. Камень. Камень. Бум. Раз, два, три. Камень. Бумага. Сука. Ладно, давай. Давай, Квантор. Ну, я, опять же, повторюсь, надо увеличивать надзор над тюремчиками. Так, да, смотри, обсудите данную тему, вот, как не стать опущенным, ваше мнение. Да, как не стать опущенным. Ну, главное, нужно, если какие-то банды уже созданы в тюрьме, нужно, как бы, проникнуться их, ну, понятием, как бы. Понятие просить. Да. Блин, а ещё вот в тюрьме есть такие вот понятия, как бы, да, опять же, повторюсь, там есть, типа, наколки такие, ну, в курсе, да, ну, ещё, что это такое. Да, и у них есть какой-то такой скрытый смысл, у них всё время заложен. Я в этом не разбираюсь, конечно, но, когда попадёте в тюрьму, лучше начать разбираться. Сильно сказано. Да. Блин, ты за какую статью сидел? А вы тут осторожнее. Тут, да, забанить могут. Да, мы же снимаем подкаст. Вырежем. Вот, а как вы прокомментируете, вот на нашем сервере, как известно, главной зоне планеты, образовались свои определённые фракции людей. Да, чисто Алькатрас. Свои фракции людей со своими определёнными правилами, такие как пластиковый пол, железный пол. И это только некоторые представители полов. Вот, как вы считаете, чем это может быть вызвано? Это может быть вызвано, ну, у них должен быть какой-то главарь. Который предложил эту тему. По-моему, это пирожок. Пирожок. Ну, вы видели его, какой он накачанный вообще, блин? Реально. Я его иду. Хорошо. Давайте вернёмся к теме тюрьмы. Вот, чтобы уж совсем... Да, мы и так в ней. Чтобы... Чтобы... Чтобы разнообразить, так сказать, наш разговор, давайте поотгадываем тюремные загадки. Давайте. Как правильно отгадывать загадку про вилку? Вот, вилку в глаз или в шу-пу раз? Как вот вы бы отгадали? Дэдмарио, давайте начнем. Вот, я знаю. Нужно ответить тем, кто задаёт эту загадку. Что-то среди вас я одноглазых не вижу. Угу. А, Квантор? Постать их. Но тогда вас натянут, как бы, и это уже будет не настолько приятно. Ну, я не знаю, если его в тюрьме не было. Блин, реально. Ну, ладно, потом после подкаста с тобой разберёмся, чудик обущенный. А я вот знаю, как решается эта загадка. Я проконсультировался у настоящих тюремных заключённых, и оказывается то, что в тюрьмах вилки не дают. А-а-а. То есть всегда выбирают... Правильный ответ – это вилка, потому что с вилкой вам ничего не сделают. Да, тоже вот интересный вопрос. Давайте обсудим следующую загадку. Перед вами два стула. Гердмарин, как вы считаете? Как правильно решать эту загадку? Те самые стулья, да? Угу. Так. Ну, ответ какой-то был у меня на уму, но что-то я его уже не припомнил. Давайте Квантору послушаем. Да, Квантор, давай. Как бы ты ответил на загадку про два стула? Я думаю, что... Смысл – это загадки, типа... Либо их жёстко... Ну... Я дебил. Я не знаю, что это дебил. Подкаст классный у нас получается. Ага. А правильный ответ на эту загадку следующий. Возьму пику точеную, срублю мужские половые органы в рабочей социалии. Сам сяду и мать посажу. Либо второй вариант. Сяду на пике точеную, мать на колени посажу. Вот так вот. Два решения загадки. Как вы считаете, эта загадка может... Эти решения могут помочь на практике? Ну, как бы... Ну, как бы... Давай проверим. Реально, жизненно, я бы сказал. Предлагаю вам немножко отступить. Наш подкаст может быть из нескольких тем. Вот давайте обсудим ситуацию с коронавирусом. Её, естественно, никто не обсуждал за это время. Да. Самая новая, свежая, никто... Самая оригинальная. Да, самая оригинальная и самая актуальная в данный момент. Вот, Дред Марин, как вы относитесь к коронавирусу? Коронавирус, это пандемия такая вот сейчас в наше время распространённая. Заболело уже около миллиона человек, столько же и умерло примерно. Да, это плохо, я считаю, потому что я хотел сходить в ресторан недавно, а теперь мне дома заставляют сидеть. Ну, Дред Марин, я вас перебью, но в Бургер Кинге есть доставка, зачем вам ходить в ресторан ногами? Ну, блин, доставка, это для меня... Я как бы бумер, я не умею этим пользоваться. А к бумер? Хорошо. Квантор, как вы относитесь к коронавирусу? Это плохо, короче. Я лично... Помидоры, помидоры не болеют как бы коронавирусом, да. Это важно. У меня вообще-то это маска, но вы можете гнить. Блин, да, точно. Ну, я же не от коронавируса гнию. Надо загуглить. Реально. Ладно, продолжим. Значит, коронавирус. Вот загадка такая, не тюремная, но все же. Помогают ли маски от коронавируса? Так, это первый. Так, это Дред Марин, давай. Работает. Помогают ли маски от коронавируса? Ваше мнение? Ну, как бы, маски придуманы не для тех, кто, как бы, хочет защититься, а для тех, кто уже заразился. Ну и тем более маски нужно менять, потому что там это... Ну, там, короче, очень сложная хрень. Мне кажется, нет. Мне кажется, они мне не помогут. Квантор, ваше мнение по данному вопросу? Да, Дред Марин правильно сказал. Да, Дред Марин правильно сказал. Действительно, похлопаем этому человеку. Продолжаем. Вот. Как вы считаете, как долго будет разрабатываться вакцина от коровавируса? Насчет коровы не знаю, но насчет коровы... Умно, умно. Дред Марин, ваше мнение? Ну, вакцина, я думаю, будет разрабатываться... Ну, уж точно до лета у нас ничего так и не произойдет. С вакциной. Логично. Может быть, какое-то продвижение будет, но... У нас уже 200 тысяч выздоровевших. Мы думаем, что скоро они полностью додумаются, как бороться с коронавирусом. Блин, полностью согласен с вашим мнением. Это очень интересно. Давайте дальше что-нибудь обсудим. Как вы относитесь к Geometry Dash? Какие у него, может быть, концептуальные плюсы и минусы? Дред Марин. Можете... Вот. Ваше отношение к Geometry Dash? Ну, я бы сказал... Более негативные. Ну, то есть... Вообще компромисс можно найти. Как бы плюсы в этой игре тоже есть, но минусов довольно тоже много. Даже больше, чем плюсов. Хорошо. Квантор, дайте объективную оценку Geometry Dash. Ваше мнение. Вообще... Отношение к этой игре мне не нравилось. Но... После того, как... Я... Я умер. После того, как я ждал на Новый год оновления, но она так и не вышла, я не бросил эту игру нафиг. Угу. Хорошо. Давайте углубимся. Вот я лично... Лично у меня вообще полностью отрицательное отношение к Geometry Dash из-за комьюнити самой игры. Как бы там одна кнопка. Как можно в это играть, я не знаю. Дред Марин, давайте обсудим поподробнее. Вот. Перечислите концептуальные плюсы и минусы Geometry Dash. Да. Довольно сложный вопрос, потому что тут много можно перечислять довольно. Ну, то, что вот одна кнопка, это минус у нас будет, получается. Обновление долго не выходит. Разработчик всего один. А плюсы? А что можно сказать? Ну, можно убить время немножечко. И клавиатуру тоже вместе с ней. Ну, я думаю, я объективен в данной ситуации. Угу. Квантор, можете рассказать, значит, поподробнее о... Как вы забросили Geometry Dash? Как это было? Ну, я... Это... Играл. И мне не доело. Вот. Жиденно, я бы сказал. Примерно все так заканчивают, да. А вот у меня, значит, отношение было резко негативно. Сначала было положительное, потому что оно приносило мне аудиторию, но потом оно стало резко негативным. Так как я разочарался в игре и в аудитории в принципе, потому что музыка там ужасная и лучше не становится. Можно, конечно, поспорить, но зная, более-менее разбираясь в индустрии музыки, с моей точки зрения, и уши у меня к говну не привыкли. Я могу сказать то-то, что оно как-то ниже средненького, я бы сказал. Найти там поистине что-то хорошее, это очень тяжело, значит. Как я разочарался в аудитории, потому что единственное общение с аудиторией Geometry Dash, это «пройди мой уровень, пожалуйста». Даже без «пожалуйста» обычно бывает. Даже без фразы «пройди мой уровень». Там просто кидаются... Даже без этого, даже без «айди» уровня. Просто наоборот цифр как бы кидают. Это ужасно, да. Да, геймплейные механики отстающие в развитии полностью, они не развиваются даже. Одна кнопка отвечает за все действия в этой игре. Или мышка. Ну, в зависимости от того, что нет нормальной поддержки геймпада. Если она есть, то именно за секунду до прыжка нажимать кнопку, чтобы геймпад сообразил, что ты от него хочешь. И компьютер впоследствии это сделал. Да. В принципе, вот как-то так у меня получается. Значит, вот давайте поиграем в так называемую ролевую игру. Обсудим такую ситуацию. Ведь мы, получается, очень хорошо углубились в темы опущенных. И более-менее там ориентируемся. Вот поставьте себя на их место. Вот, Дрэдмарин, представьте. То, что вас поместили только что в тюрьму. Вы не знаете ни укладов и никаких устоев в этой тюрьме. Ваши действия. Ну, в первый день я буду... Ну, я бы сначала занервничал, но я бы начал, ну, как бы, узнавать у других, ну, более, более низших этих, как их называют, ну, вы поняли? Полинивших сословий. Узнавать какие-то понятия и пытаться к этому придерживаться. Потом подходить к более высшим. И так, пока я не стану главой этой тюрьмы. Ну, да. То есть у вас есть план по захвате власти? Да, вот только вот сейчас вот прям это и делают на этом сервере. Нормально, понимаю. А вот, Квантор, давайте мы вас поставим в такую же ситуацию, ведь ваши действия могут отличаться. Расскажите. Например, я буду больше времени просто сидеть, никого не трогать. И когда уже будут ко мне там всякие банды подходить, я уже буду как-нибудь разговаривать. Ну, контактировать. Да, контактировать. Ну, всё. Хорошее мнение, необычное, я бы сказал. Ну, вот, грубо говоря, Дэрдмарин, вы, допустим, только что прибыли в тюрьму и на вас наехали. С каким-нибудь оскорблением ваши действия? Мои действия? Ну, тут нужно обдумать сначала. Я бы послушал сначала Квантор, а потом дал своё решение. Квантор, вас оскорбили в тюрьме. Ваши действия? Я бы не стал действия, так как у них там, особенно те, кто оскорбляются, они находятся в больших бандах. И если кто-то будет в ответ, скажет, что тебе уже с конечнейшей тассой. Логично. То есть опущенным. Мы запомним этот момент. Дэрдмарин, ваше теперь мнение? Ну, как бы, я не могу с ним, с Квантором не согласиться. Я бы лучше не стал бы лезть и вот в это вот, не влезать ни в какие неприятности с вот этими громилами, так скажем, этой тюрьмы. Но, как бы, есть ещё одна проблема в этом, то, что, типа, как их называют, терпилами их называют, те, которые вытерпливают оскорбления и ничего на них не отвечают. Но для начала, как бы, я бы лучше не лез. Логично. Но вы не боитесь то, что звание терпилы может закрепиться при первой же конфликтной ситуации? Боюсь, но, как бы, уж лучше быть терпилой, чем опущенным, как бы, да. Логично. Вот, Квантор, по вашему, значит, вопросу, по вашему поведению мы поняли то, что к вам уже пристают и сделали вас опущенным. Ваши действия? Я, не знаю, просто не буду никого трогать и буду тоже разговаривать с такими же, как я. Может быть, да. Ага, Дред Марин, давайте обсудим какой-нибудь другой вопрос в данной сфере. Представим то, что вас заставляют работать в тюрьме, но кого не заставляют, как бы. Вот ваше мнение относительно труда в колониях. Ну, как бы, ну, я не считаю это каким-то плохим действием, но я больше сказать и не могу, в принципе, я в этом не совсем как-то разбираюсь. Хорошо, при попадании в тюрьму, Квантор, вы бы хотели сбежать или добровольно отсидеть свой срок? Что вы выберете? Ну, смотря на срок. Ну, грубо говоря, вы убили человека и вас посадили на 15 лет, а ваше действие? Я бы лучше бы подождал весь срок. Если будешь сбегать, то рано и поздно терсы и рамоны идут и посадили на еще больше срок. Логично. Дред Марин, ваше мнение в данном вопросе. Вас посадили на срок 15 лет. Ваши действия? Остался ждать, потому что, во-первых, ну, сбегать это такое гиблое дело довольно, ну, а во-вторых, там безопасно было иногда, чем на свободе. Ну, я бы, любой человек, пока не окажется в тюрьме или который ему не предложит кто-то сбежать, будет просто сидеть, скорее всего. Ну, а как бы он понял, то, что Дред Марин попытается сразу захватить власть, как он только что признался, и стать, так сказать, паханом в тюрьме. Да, значит, но как же вы бы это сделали? Вот вы хотите получить власть, но вам же, по идее, надо получить хоть какой-то авторитет. Каким образом? Нужно заполучить уважение. Каким образом? Каким образом? Вот это уже другой вопрос. Я в тюрьме не был, поэтому я, ну, не знаю, с помощью чего там можно это заполучить. Ладно, Квантор, ваши действия. Вы бы стали пытаться как-то получить власть в тюрьме, авторитет? Ну, хотя бы авторитет, а не власть. Как-нибудь там пробовать оставить свои числа. Ну, или пробовать как-то привязаться к запрессионным другим. И так немного, и будет нормальный авторитет. Так, заткнись. Дрэдмарин, давайте представим ситуацию того, что в тюрьму попал коронавирус. То есть совместим две наши темы. Ваши действия при такой новости? Ведь все попытаются как-то предпринимать какие-либо действия. Может, начнется коллективная травля болеющих людей простудой, например. Ну, при этой новости я бы начал... Ну, я бы ничего, в принципе, не делал. Я бы сделал спокойно, потому что при первых же признаках вроде там должны проверять все. И там, если все-таки выяснится, что кто-то болеет этим недугом, ну, как бы забирают их в отдельное место. Квантор, такой же вопрос. Группа говоря, в тюрьме наступил коронавирус. Ваши действия. Попытаетесь ли вы что-то предпринять в такой ситуации? Я буду пытаться меньше контактировать с другими людьми. Ну, наверняка эти доктора из тюрьмы тоже будут. Ну, мы же понимаем то, что это все тюрьма. И сами доктора понимают, что это тюрьма. И, как бы, отношение пренебрежительное. Ко всем людям в тюрьме, примерно, отношение как к отбросам общества. С чего вы взяли то, что будет хоть какое-то человечное отношение в плане коронавируса и больных им, даже со стороны администрации? Дэдмарин. Ну, я это могу объяснить тем, что ради безопасности сотрудников, как бы, тех, кто работает, охранников и всех остальных. Наверное, они будут предупреждать, чтобы... Чтобы... Я не знаю, как иметь эти вопросы ввести. Вот, вернемся, опять же, к теме коронавируса. Как вы относитесь к ситуации активной запаски гречкой или туалетной бумагой? Вот. Вышло мнение о том, что запасание туалетной бумагой это какое-то психологическое... Чисто на психологическом уровне. Хотя это вполне имеет реальное обоснование. Дэдмарин, какой будете вы придерживаться теории? Со стороны психологии? Или попытаетесь вывести сейчас догадку? Каким реальным обстоятельствам подкреплена резкая потребность в туалетной бумаге? Ну, все же. Так как я не могу придумать какое-то такое более-менее адекватное объяснение этому, буду считать, что это на основе психологии. Квантор, ваше мнение по поводу истерии около туалетной бумаги? Наверное, когда люди... Ну, когда уже... Если будет вирус на всей Земле, то... Не, все. Квантор больше на подкасты не берем. Так, Дэдмарин. Нет, не только Дэдмарин, просто и Квантор тоже. Я могу вам, значит, объяснить, какое все-таки выдвинули нормальное объяснение истерии около туалетной бумаги. Оказывается, дело в том, что она реально используется в огромных количествах. В плане вытереть руки от чего-то. Или использовать ее, чтобы что-то взять, потому что истерия около коронавируса, опять же. Чтобы это все не оказалось на руках. Уж я не знаю, насколько это правда или неправда. Я просто говорю то, что... Что по слухам идет. Как вы относитесь также к истерии около гречки? Вот начались всякие различные шутки и мемы про активное скупание гречки. Ну, как бы, отношусь так же, как и с туалетной бумагой. Ну, все примерно то же самое. То есть, тоже истерия. Да. А сами ли вы закупились с туалетной бумагой и гречкой? Нет. У нас-то уже было. Значит, вот я лично гречку вообще в пище не употребляю. Я социально застрахованный человек. Ну, давайте спросим Хвантера, человека, который живет все-таки далеко от Москвы и, в принципе, скорее всего, от европейской части России. Вот, как у вас обстояли дела во время массового исчезновения продуктов с полок? Ну, как это было, во всяком случае, в Москве. Исчезли у вас продукты с полок и что было? Была ли какая-то массовая истерия около этого? У нас вот такого не было. То есть, как бы, это не чувствовалось так сильно? Нет. Понятно. Лично я, как житель Москвы, и Дэд Марин, скорее всего, подтвердит, потому что он житель Подмосковья. Лично у меня были абсолютно пустые полки. Тот же Ашан или какой-нибудь универсам зайти туда и увидеть то, что полки с овощами абсолютно полные, конфеты никто не берет, а все различные гречи, опять же, та же крупы начали пропадать, и очень много было белых полок. Гарнивер, понятно. Да, и очень сильно тек алкоголь, то есть, его скупали. Мы, конечно, понимаем, чем это обусловлено, и сколько у нас пьющей части населения, да, в этом случае. Лечение на карантине, как бы, находят люди. Так сказать, лещица занимается самолечением. Ну да, ну да. Если уж будет совсем откровенным. Дэд Марин, вот скажите, со своей стороны, вы закупились лично антисептиками для рук, или вы вообще не верите в их пользу? Да, я, ну, наша семья закупила семья, ну, иногда используем, но я из дома не выхожу почти, поэтому, ну, как бы, они мне пока что не очень нужны, у меня есть салфетки. Квантор, ваше мнение по поводу антисептиков? Да, у меня есть, мы его очень давно покупали. Я обычно просто мою руки чаще, ну, и на улицу я тоже достаточно редко выхожу. Я вообще практически, я вообще не выхожу на улицу, зачем говорить практически, если вообще. И антисептиками, в принципе, я как-то не особо пользуюсь, потому что, да, даже и руки я мыть чаще не стал. Просто держите руки подальше от лица, и все будет ок, как бы. Я предвержен, нет, с такого мнения. Также у нас появились вопросы по поводу карантина, ведь в России ввели карантин, как мы все это знаем, и не только в России, в Украине, например, тоже. У нас его вообще продлили. Вот, Дрэдмарин, как вы относитесь к карантину? Он повлиял как-то сильно на вашу жизнь, или вы вообще ничего не испытали? Опишите. Ну, на лично мою жизнь он повлиял довольно мало. Но, как бы, ну, потому что я и так из дома почти не выходил, во время карантина, и без карантина. Квантор? Он тоже, он особо ничего не поменял в моей жизни. Иногда, конечно, хочется пулять, но в основном сижу дома, ничего не делаю. Я примерно то же самое, в основном, ну, лично у меня немножко по-другому, я как бы из дома не выхожу, да, в этом плане ничего, а вот почему-то после начала карантина очень сильно захотелось выйти на улицу. Может, это, конечно, какой-то обратный эффект, но точно, я сказать... Возможно, это связано с хорошей погодой, которая на улице была. Да, у меня сегодня снег шел. Да, у меня так же есть. Да, у меня есть тоже немного так. В этом мы все солидарны. Ну, в принципе, вопросы у нас закончились на этот выпуск. Поставьте на пальцы вверх, ака лайки, если вам понравилась такая тема, если вы посмеялись, либо посмотрели хоть немножко, и если хотите больше подкастов в будущем, может быть, мы что-то запишем. Дерт Марин, попрощайтесь. Спасибо всем за ваши просмотры, и до свидания. До новых встреч. Ладно, Квантор. Всем пока, и надеюсь...